День памяти о жертвах фашизма Ашова Гура получил очень важный аккорд, музыкальное сопровождение, начало военных действий в Рафахе, где, как полагают, находится большинство захваченных в плен, сколько там их осталось в живых, не дай бог. И продолжается до практически начала месяца яра, продолжится как минимум до 5 яра, до Дня независимости. Пожалуй, наиболее достойный способ отметить борьбу против антисемитов, которые пытаются уничтожить народ Израиля. И для того, чтобы продемонстрировать еще раз это величайшее достижение народа Израиля в способности защищать самого себя и бороться против своих врагов. Глава американского государства президент Байден выступил с торжественной речью в музее Ашова в Вашингтоне. Его там приветствовал Стюарт Айзенштадт, председатель этого музея. Это был в этом музее, чего особенного, как яд вашем, выразительно. Но неважно, вот и американский президент, естественно, заявил, что никогда Израиль не останется один, он всегда имеет надежного помощника, и США никогда не предаст своего верного друга и так далее и подобное. Красивые слова и в каких-то частях реализации этих красивых слов. Все-таки Америка во многих сложных моментах поддерживала нас. Но вот одновременно с этими фанфарами и победными реляциями мы слышим другие сообщения о том, что американский президент дал указание задержать поставку очень важного вооружения. Прежде всего из компании «Боинг» не поставляется устройство для ведения точной стрельбы. Также остановлена передача бронетранспортеров, другой военной техники. И таким образом вот это как бы настоящая красная шапочка. Такой добрый дяденька, который на самом деле мешает ведению военных действий Израиля. И, конечно, Америка даже не скрывает это, она говорит это в полный голос для того, чтобы получить поддержку своих леваков в кампусах и в Конгрессе, в Сенате. Демонстрируя, что они как раз наоборот не поддерживают Израиль. И нам сразу становится, как бы всплывает на памяти эта история с американской авиацией, которая пролетала над Освенциумом, вполне могла бомбить ее, знала прекрасное расположение газовых камер и крематорий, но этого не делала. А потом она как бы говорила, что президент Рузвельт сказал еврейскому министру финансов, а Моргентау, что Америка делает большие военные усилия, она не может распылять эти усилия на несколько фронтов, поэтому все, что сейчас делается для того, чтобы победить фашистов, и уже заодно будут как бы спасены евреи. Конечно, как мы знаем, каждые несколько часов в Освенциуме давили замертво этим газом, удушевленным газом, 1200 человек. Каждые несколько часов 1200 человек. Вот поэтому, если бы они задержали бы эту ужасную фабрику смерти даже на один день, представьте себе, сколько людей могло бы быть спасено. Ну вот это американская логика американских президентов. Они хорошие, они помогают, улыбаются, пожимают руку, но вместе с тем, они эту руку, которую они пожимают, они давят больно. Так что все должны понимать, кто здесь хозяева и кто здесь распоряжается. На самом деле, приостановление поставок и задержка поставок американского вооружения началась не сейчас, хотя сейчас ее связывают с началом военных действий против бандитов, террористов в Рафиехе, а на самом начале войны. Всегда американцы не поставляют Израиле важные виды вооружения, и, безусловно, это все сказывается в том, что мы менее эффективны, мы можем медленнее, мы должны медленнее вести военные действия, и это приводит к гибели наших солдат, наших мальчиков. Поэтому Америка в этом смысле, как всегда, двуручничает. Мы помним уже во время войны Судного дня, когда было принято решение о создании воздушного моста, потому что после бандитского нападения египетской и арабских армий на Израиль в 1973 году, это было неожиданно. Израиль сразу потерял большое количество убитых, раненых и попавших в плен, и значительную часть авиации и военной техники, которые было очень трудно восстановить, особенно речь идет о событиях 50 лет назад, когда наша военная промышленность была еще очень слабо развита, как мы видим, и сейчас недостаточно развита, поскольку нуждается в очень важных деталях вооружения, которое поступает от США и от других не совсем дружеских Израилевых стран. И тогда это вообще был критический вопрос. Поэтому президент Никсон отдал распоряжение о том, чтобы начать немедленно необходимые поставки вооружения запасных частей в Израиль, так называемый воздушный мост. И вот, когда президент Никсон, действительно большой друг Израиля, не такой, как Рейган-Вурушник, не такой, как, извините, как Байден-Вурушник, пришел в государственный департамент, чтобы узнать, как проводится операция по поставке вооружения, ему ответили работники этого госдепартамента США, надо уточнить какие-то определенные данные, дать последнее оформление, как бы оформить какие-то последние документы, и тогда начнем поставку. Понял Никсон, что на самом деле госдеп байкотирует в выполнении его решения. И он понимает, что в этот критический момент не поставка вооружения, а не возобновление новых видов вооружения, это может привести к гибели государства Израиля. Поэтому он отдал приказ немедленно, он говорит, никаких формальностей, никаких уточнений, немедленно по моему приказу начать себе поставку вооружения Израиля. Никсон спас положение. Он, как бы, американский президент, он также и, как бы, главнокомандующий американской армии, и только благодаря его вмешательству Израиль был спасен от уничтожений. Более того, как мы знаем, война Судного дня, которая тоже началась практически в осенние праздники, Йом-Кипур, Симхат-Тора. Это, таким образом, была сложная военная ситуация, при которой только президент может спасти государство Израиль. А вот в нашей ситуации, как раз наоборот, президент, американский президент препятствует победе Израиля. Видите, разницу между двумя американскими президентами. Еще, надо сказать, очень интересное открытие, которое сделала американская пресса. Оказалось, что одним из крупных финансистов демонстраций левых в Израиле и пропалестинских демонстраций в кампусах американского университета является семейство Притцкер. Семейство Притцкер – еврейская семья, очень богатая еврейская семья. И вот они, с одной стороны, действительно даже участвуют и финансируют хай-тек, а с другой стороны, они ведут к подрыву усилий Израиля на фронте военных действий. Вот представьте себе, в этой ситуации, как тяжело приходится нашему главе правительства, ведь на самом деле мы все время его критикуем, а он должен набрировать здесь между многими каплями горячей воды. То есть, с одной стороны, выполнять требования американского президента, вообще было дано указание не нападать, не вести военные операции в Рафиихе, а с другой стороны, и наши друзья, евреи, еврейские компаньоны, которые тоже предъявляют соответствующие требования как семейство Притцкер. И надо напомнить, что в то время во главе Госдепартамента, во время войны судного дня, во главе американского Госдепартамента, я уже не знаю, кто сказал, стоял, но не еврей, а сегодня во главе Госдепартамента, который всегда известен, как наиболее антисемитское крыло американского правительства, стоит еврей Антон Блинкин из Галиции. Его родители спаслись из Холокоста в Галиции. А во главе Министерства финансов стоит другой выходец из Украины, из Западной Украины, Женя Евгения Елена. А уже я не говорю о помощнике Блинкина, всем известной нам Виктории Нудельман, она же Нолэнд, которая очень активно помогала и помогает Украине. Та же и Евгения, извините, Женя, Женя финансист, известный американский финансист, министр финансов, она специально прилетала на Украину, чтобы выразить поддержку Зеленского. Вот смотрите, какая диспропорция. Казалось бы, ну ты помогаешь Украине, которая находится под ударами российской армии, так помогает же, соответственно, и Израилю, которая находится под ударами всего этого джихадистского фронта. Если Россия поддерживается Ираном, то и джихадисты поддерживаются Ираном. Вот, пожалуйста, есть общая линия как бы враждебности по отношению к Америке. Иран на Украинском фронте, Иран на джихадистском фронте, на фронте Хамаса, Хизбаллы и прочее, прочее, ничего подобного. Никакой симметрии для наших евреев не существует. Когда есть опасность для еврейского государства, они против еврейского государства. Это они задерживают и препятствуют выполнению даже самых минимальных требований Американского Сената, Конгресса, Американского Президента. И поэтому, когда все-таки премьер-министр Израиля Бенемин Натаньяу принял решение о том, чтобы начать военные действия в Рафиихе, надо оценить смелость этого человека. Всегда здесь надо лаврировать как бы в сером пространстве. Есть какие-то вещи, которые еще американцы могут терпеть, и это можно сделать. Угадать, понять, что можно сделать и что нельзя. Это, конечно, плачевное состояние сателлита слабой стороны. Это мы слабая сторона, и никогда не надо забывать, что мы не самостоятельны. Когда мы празднуем независимость Израиля, мы, безусловно, кроме желания достичь духовной независимости, чтобы быть действительно еврейским государством, нести еврейский дух, мы нуждаемся также и в стратегической независимости, чтобы мы не нуждались в поставках вот таких видов вооружения, как приборы для точной стрельбы, бронемашины и прочее, прочее. Тем не менее, надо сказать, что действия и армии обороны Израиля в районе Рафиеха успешные. Сейчас заняты обнаруживанием, это главная цель этой военной операции на данный момент, это обнаруживание туннелей, поскольку в этих туннелях как раз и находятся и наши заложники, и находится руководство Хамаса, Синвар, Мухабеддаф и все остальные, которые там ведут эти действия. На территории Рафиеха находятся пять бригад, то есть примерно около 20 тысяч хамасников. Если нам удастся их уничтожить, то практически сопротивление Хамаса будет подавлено. И вот весь мир смотрит на нас. С одной стороны демонстрирует с этими красно-зелеными знаменами против нас, а с другой стороны смотрит. Неужели у евреев и на этот раз получится? Да, у нас получится. И когда будьте уверены, что тогда, когда мы уничтожим их и достанем этого Синвара живым или мертвым из подземелья, то вдруг у нас снова будут новые друзья. Поэтому в честь Дня Независимости я ожидаю большой и надеюсь на большую победу израильских ребят. Нас с вами в этой войне за правду, за справедливость, за победу светлого над тьмой. Спасибо. 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 Спасибо.